Борьба с паводками требует комплексного подхода с качественным прогнозированием климатических явлений. Для этих целей в Приморье будет создан Дальневосточный природно-климатический центр на базе Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. Мы готовы эту идею подхватить и со своей стороны в агентстве гидротинических сооружений создать необходимый отдел, который бы на месте сопровождал уже инструментальные какие-то обмеры, размеры, подготовку базы данных для точных расчетов по гидрометологическим условиям, по тем прогнозным явлениям, которые могут быть от результатов тайфунов, дождей, зоны затопления. Это имеет для нас большое значение. Приморский край, как и ближайшие наши соседи, находится в районе постоянно действующих циклонов и тайфунов. Научное сотрудничество Дальневосточного федерального университета и ДВО РАН дает возможность производства новых типов продукции, в том числе современных средств реабилитации. Научная разработка, конечно, это должна быть за ДВО РАН, за ДВФУ совместно с молодыми учеными, которые там работают. И, наверное, здесь нужно федеральное финансирование. На этапе первых малых пробных партий мы готовы содействовать. У нас работает программа стартапов, у нас работает программа после стартапа поддержки до 10 миллионов, до 30 миллионов уже среднего бизнеса развития. Такие практики есть. Мы сейчас создали ДВФУ на базе экспериментальной площадки для производства так называемой цеха, где может быть размещено опытное оборудование. Научное сообщество активно участвует в разработке современных технологий при создании в крае продукции для обороны сферы. Важно, чтобы ДВО РАН и Дальневосточный федеральный университет стали базой подготовки специалистов рабочих профессий в наукоемких отраслях. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.